Так, брат, всем привет! Это, короче, видос, посвящен вопросам-ответам. Вот здесь я написал всё, что вы мне задавали. Самое интересное, вот вопросов было много, но я выбрал самые жёсткие, классные, прекрасные. Короче, на телефоне снимается, здесь я буду отвечать, здесь всё записано, второго телефона нет. Так что будем такие методы... Короче, начнём так, я думаю, меня хорошо там слышно. Что надо делать, не принимая протеин? Что надо делать, не принимая протеин? В смысле, можно всё делать, не принимая протеин? Просто, ну, я не понимаю, короче, вопроса. Вот, можно всё делать, не принимая протеин. В принципе, я принимал протеин только один раз, когда у меня была травма, это отрывы бит с ухи левой. Вот, я принимал протеин из-за того, что у меня не было недостаток белка. Вот. Короче, поехали. Какой план тренировок? Хочу также накачаться положу ухо. Какой у меня план тренировок? У меня план тренировок очень, как бы, непростой, либо простой. Короче, план тренировок, сейчас рассказываю в двух словах, то, что я тренирую по самочувствию. Нет у меня определённых дней, когда я там тренирую это или тренирую вот это. Вот. Как чувствую, так и тренирую. Если есть желание тренировать элементы, то тренирую элементы. Если нет желания тренировать элементы, то не тренирую элементы. Предвещаю, что машина поедается и вот такое. Вот. Но сама суть такова. То, что есть желание тренировать элементы, тренирую элементы. Нет желания тренировать элементы, не тренирую элементы. Есть желание тренировать лифтинг, треню лифтинг. Есть силы, тренировать лифтинг, треню лифтинг. Но лифтинг нельзя часто тренить, потому что у тебя будет состояние вялое, это раз, два, можешь получить травму, и три, веса на постоянной основе нельзя использовать. Вот, так что так, тренинг-лифтинг редко, но метко. Поехали дальше? Да, поехали дальше. Третий вопрос. Были ли элементы, которые трудно учить? Если да, то какие? Да, конечно, были элементы, те, которые трудно учить. Это был... Самый первый элемент, это был передний виз, в принципе, вот. Я делал... Когда приступал учить воркаут или вообще заниматься воркаутом, калистеникой, вот, я не знал, что такое воркаут, я не знал, что такое калистеника. Вот, потом я начал со временем понимать, чем я занимаюсь. Так, я не знал, чем я занимаюсь, в принципе, делал только обычную базу, это общая физическая подготовка, вот, ОФП, в принципе. Я её делал на протяжении где-то полтора-два года, и потом уже понял, что база – это хорошо, но элементы у меня не идут. И понял, что нужно тренировать элементы. Если я не буду тренировать элементы, то у меня ничего не будет получаться в этом направлении, вот. Я начал по чуть-чуть с резинами, без резины как-то пытаться делать элементы, вот. И самый первый элемент, который я учил, это... Вот, именно серьёзно учил, это передний виз. Вот, из-за этого так он у меня жёстко и получается, в принципе, потому что это мой самый первый элемент, который я учил на протяжении года. Я его год стабилил, чтобы я научился, вот. А самый сложный элемент – это, наверное, горизонт, планш, фулл планш, вот. Самый сложный элемент, который мне даётся, вот, в принципе, я его сейчас держу где-то секунд пять, вот. Ну и ещё, ещё, ещё его надо нарабатывать, но он у меня получается. Вот, так что самый сложный элемент – передний виз и планш, которые мне вообще давались когда-либо. Элемент или прогрессия приведёт к планшам? Блин, ну какая прогрессия к планшам приведёт? Блин, просто нужно тренироваться, просто бери и тренируйся. Вот, у меня на канале есть обучалка, найди, посмотри её, там быстро, чётко вроде понятно раскрывается это всё. То, что нужно просто тренироваться. Нужно делать базу, нужно делать подводящие упражнения к этому элементу и просто захотеть это делать. Вот, вот, там через год, через три месяца, через пять, через семь лет у тебя это выйдет, если ты, ну, начнёшь тренироваться, в принципе, всё. Всё, что нужно – это тренировки. Тренировки, 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 и всё получится, вот, только через время. Сразу ничего не будет. Дальше. Будешь ли ты делать обучалки? Блин, братва, буду делать обучалки, если вам они нужны. Вот, пишите в комментарии, если вам нужны обучалки, то, ну, запросто сделаю, на какой элемент, на какой вообще, там, динамический, статический элемент, без разницы. Пишите в комментарии, вот, любую обучалку сделаю, если вам это нужно. Благодарю. Так, сколько раз подтягивался на максимум? Сколько я подтягивался на максимум раз? Это было 53 раза я подтягивался на максимум. Вот, на ютубе есть в шорт-видосах у меня, короче, видос, где я подтягиваюсь 53 раза. Вот, последние, конечно, разы, они нечистые, но я подтягивался 53 раза – это мой максимум, который вообще мог быть за протяжение всего того, чем я занимаюсь. Вот так вот. Принца на две делать после травмы или страшно? Так, так. Блин, принца на две делать после травмы, конечно, уже не так страшно, как было раньше, но все равно страшно, потому что это очень травмоопасный элемент, я его делал очень хорошо, очень классно, прекрасно, но в один момент просто я словил перед треем, плюс у меня была микротравма на пицухе, и я это не замечал по своему самочувствию, в принципе, вот, если я это заметил, не было этой травмы, вот, на ошибках учиться, так что учитесь на ошибках, конечно, и на своих, но если на своих, то прям вообще учитесь, прям-прям-прям, вот. Вот, короче, страшно делать элемент, вот, ну, я если я лечусь на этот элемент, то я его сделаю от менструю, вот, для меня это никаких, там, не будет каких-то преград, то, что у меня была травма или у меня не было травмы, вот, все же зависит от желания, братцы. Так, какой, итак, восьмой вопрос, какой вес никто ты по телосложению? У меня сейчас вес на данный момент где-то 80-81 килограмм, а телосложение, я думаю, эктоморф, вот так вот. Так, девятый вопрос, во сколько начал заниматься спортом? Я начал заниматься спортом где-то с лет двенадцати, это так, знаете, уже начал, чем мне можно позаниматься, кем вообще я хотел бы стать и, в принципе, что-то в таком отроге, вот, с двенадцати лет я начал заниматься спортом, вот так. Как больше потягиваться? Про два, как больше потягиваться? Больше потягиваться нужно, нужно спросить, нужно ли это вам, в принципе, вот. Это не зависит от того, что ты потягиваешься сто раз или сто пятьдесят раз, или двадцать раз, или тридцать раз, вот, это не зависит от того, ты должен поставить себе цель, в принципе, то, что ты там хочешь, там, определенную базу сделать, вот. Вот, ну, то, что, как можно больше потягиваться, тренироваться можно с отягощением, без отягощения, с какими-то резиновыми петлями, до отказа, в принципе, вот. Если есть застой у вас, в принципе, вот вы сделали десять раз, у вас застой. Вы должны, например, делать эти десять раз, чистыми сделали десять раз, и потом берете с партнера какого-то, либо резиновую петлю, одеваете на нее и добиваете эти десять раз по максимуму, и тогда вы пробьете свой застой, в принципе. А если у вас уже застой, в принципе, уже на тридцати раз, там, на тридцати пяти раз, то вам нужно уже брать отягощение и с отягощением тренироваться определенное время, там, месяц-полтора, потом сбрасывать отягощение и тренироваться уже собственным весом, вот. Так, одиннадцатый вопрос. Почему в одном видео ты очень огромный человек, а в другом – дрыщ? Блин, братва, я не знаю, может, это так кажется, я, в принципе, ну, никак ничего не меняю, может, ракурсы разные, вот, как-то так. Двенадцатый вопрос. Какой рост у тебя? У меня рост метр девяносто, где-то метр девяносто, метр девяносто пять, как-то так. Вопрос. Что более полезное есть на завтрак? Так, омлет, омлет, яйцо, овсянка без сахара с фруктами. Ё-просто. Ну, если по себе судить, в принципе, то омлет, омлет, яйца я вообще, как бы, редко, редко ем, в принципе, это так, знаете, с охотки, и овсянка, ну, я тоже редко ем, я какие-то крупы, там, например, хречку, не знаю, булгур, что-то такого подобия, утром ем, в принципе, там, каша какая-то, какой-то салат, в принципе, и, ну, там, не знаю, котлета, либо мясо какое-то, вот, как-то так ем с утра, да. Ну, блин, ну, не знаю, как, у меня нет, знаете, определенного то, что вот я ем стабильно с утра, у меня сейчас нет такого, могу съесть, там, не знаю, иногда овсянку, могу съесть, иногда хлоп, я могу вообще ничего не съесть, а потом, там, когда уже проснулся, все дела пока, то всё, и потом уже со временем я могу уже съесть что-то такое крепенькое, там, бургер, пиццу, или что-то такое, вот, 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 вот так как-то браться, это у меня так, не знаю, как у всех, вот, у меня так. Ну, я рекомендовал бы, ну, конечно, ну, чередовать, не постоянно, есть одно и то же, вот, чередовать, иногда овсяночку, иногда яичечко, иногда, там, какой-то бутербродик, там, знаете, вот так, надо чередовать, чтобы не было однотипной еды, в принципе, вот, запомнили, запомнили, поехали. Делай обучалку на передний виз, вот, обучалка на передний виз у меня уже на канале, вот, так что просто переходи на канал и смотри обучалку по переднему визу. Блин, машина-то ездит, звук, короче, вообще, не знаю, как там звук, как меня вообще слышно, я не хочу орать, в принципе, потому что, ну, как бы, это такое здесь дома, Здесь эхо, в принципе, если буду орать, то, ну, такое, у меня здесь все соком будут, смотри, они на меня сейчас, наверное, смотрят, что я такой тип, чисто стоит на штативе и за трубой какой-то и рассказывает вам что-то, вот, ну, ладно. Так, пятнадцатый вопрос, со скольки лет занимаешься воркаутом, какими видами спорта занимался в жизни? Занимаюсь я воркаутом где-то с лет двенадцати, говорю, я с пацанами выходил на турнички и как-то там играли в лесенку и типа что-то такого, вот. Ну, а потом как-то это закрутилось уже именно в профессиональный вид спорта, вот, а до двенадцати лет я занимался и борьбой, боксом, и хангболом, вот, чем я занимался, я вам все перечислю. А, рукопашным боем еще занимался, ну, короче, вообще валом, валом, чем я занимался, футболом занимался, чуть вообще валом, ну, конкретно, вот, я нашел себя в воркауте, в принципе, и вот, как бы, результат налицо, как видите. Вот, как там еще продолжается вопрос? А, все, в принципе, ответил на него вопрос. Шестнадцатый вопрос на метр девяносто, держать горизонт. Вот, блин, братцы, обычно, обычно с метра девяносто можно любые элементы делать, вот, в принципе, желание нужно только от вас, вот, если не будет желания, то и не будет никаких элементов, вот, просто нужно гореть, любить и делать. И все, все, санкеба. Садишь за питанием? Я, в принципе, ну, как сижу? Я понимаю, что я хочу есть или что мне не нужно есть, в принципе, вот, так, чтобы сидеть и прям рассыпать на весах и, в принципе, понимать, что вот я съем сейчас шоколадку, или вот я сейчас съем бургер, или вот я сейчас пойду в Макдональдс, или вот я сейчас, там, не знаю, где-то у бабушки зайду, она меня накормит. Вот, вот, у меня нет такого, в принципе, вот, то, что хочу, то я ем. Если тяжело, например, мне, и я понимаю, что эта еда у меня вызывает какой-то дискомфорт, я ее не ем. Вот, а так, ну, в принципе, не слежу за питанием. Вот, ем все, что хочу. Вот так, братцы. Вот. Нужно всегда чувствовать свой организм. Если ты не умеешь чувствовать свой организм, то учись и просто, ну, как бы испытывай, испытывай свой желудок и все в таком вот роде. Вот, просто научись чувствовать свое тело. И все. Вот так. Так, восемнадцатый вопрос. Сколько раз в неделю тренируешься и по сколько часов тренировка идёт? Я тренируюсь... Могу шесть раз в неделю тренироваться, вот, всё зависит от самочувствия, в принципе. У меня идёт, как вам сказать, идёт, например, три дня. И вот первый день я жёстко тренируюсь, в принципе, там, элементы. Второй день я понимаю, что, блин, элементы уже такое тренировать, можно базу бахнуть на эти элементы. Вот. Третий день такой смотрю, блин, вроде ничего, так можно, там, знаешь, уже обычную базу тренировать. Вот, смотря по самочувствию, вот, могу два дня подряд тренить элементы, могу четыре дня подряд тренить элементы, но всегда после тренировочного цикла, там, два-три дня в один день ты должен дать себе отдохнуть. Потому что, если ты не даёшь себе отдохнуть, то ты можешь, ну, как вот, порвать бицепс, не знаю, знаете, перетренд, словить, и всё в таком вот роде. Так что, как-то так я тренируюсь. Так, в чём ещё было, сколько часов тренируешься? Блин, всегда по-разному, всё зависит от времени, в принципе, вот. Когда есть, позволяет время, то тренируюсь больше. Когда не позволяет время, тренируюсь меньше, вот. Всё зависит от того, как день загруженный, в принципе. Вот, как-то так. Короче, братва, на все вопросы ответил, вот. Так что снимаю в нон-стопе, вот, одним кадром. Там как-то смонтирую, как всегда, короче, вот. Так что подписка, лайк, комментарий, то, что вы хотите увидеть от меня, вот. И я это попробую вам сделать. Так что, короче, вы запомнили, что нужно делать. Пальцы, уже сами выбирайте, какие ставить. Ну, комментарии обязательно вы должны написать, потому что комментарии продвигают мой видос в топы. Вот, а если видос в топах, то это круто как и мне, так и вам. Так что от меня контент, от вас поддержка. Как-то так. Вроде ответил, короче, вот этот блокнотик писал, всё это делал. От меня больше видосов. Вот. Так что вот так вот. Let's go, let's go. Я пошел монтировать этот видос, выставлять на канал. Так что всё. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял. Поставили, как вы, ну, сами знаете. Всё, короче, пошло. Вообще. Всё,чо acá. С nettooth. Свер���uly, как вы, ну, и tú. Всё. Всё. Всё,곳. С cosplay. Всё,нику premises.